Ну а теперь возвращаемся к одной из главных тем дня, к чемпионату мира по футболу. Кстати, сейчас уже идет матч между Россией и Саудовской Аравией. И, насколько я понимаю, счет за последние минуты не изменился, но он уже открыт. Россия лидирует. Один мяч забит, счет 1-0. Турнир, который будет проходить в ближайший месяц, большое событие для болельщиков во многих странах. Конечно, фанаты в каждом государстве стараются оставаться оптимистами. Но, как и всегда, на этом чемпионате есть свои аутсайдеры и фавориты. О прогнозах на исход турнира сейчас поговорим с моим коллегой, новостным редактором РТВА, Андреем Колосовым. Он со мной в студии. Андрей, привет. Привет, Даша. Ну что, я так понимаю, что есть сразу несколько каких-то критериев, несколько каких-то вариантов, зачем следить, чтобы понять, что происходит, и все-таки у кого больше шансов на чемпионате. Так все-таки, что это за рейтинги и зачем предстоит наблюдать? Или уже нужно было понаблюдать? Да, Даша, ты совершенно права. Но я бы начал с того, что за всю историю проведения чемпионатов мира титул выигрывали всего 8 сборных. Три из Южной Америки, это Бразилия, Аргентина и Уругвай. И пять из Европы, это Италия, Германия, Англия, Франция и Испания. Как правило, победа на чемпионате мира сразу дает команде возможность оказаться в этом элитарном клубе чемпионов. Италия, как мы знаем, стыковые матчи со Швецией проиграла и в Россию не приехала. Уругвай слишком давно выигрывал чемпионат мира. Это было в 1930-м и в 1950-м годах. И к числу явных фаворитов не относится. Так же, как и Англия, единственная победа, которая датируется 1966-м годом. А после этого было лишь несколько четверть финалов, а в 2014-м году в Бразилии команда не вышла из группы. Но, как правило, мы говорим о том, что побеждают всегда фавориты, на которых ставят эксперты, ставят букмейкеры. Но бывают и сенсации. Так, в 2002-м году на чемпионате мира в Южной Корее и Японии, я ни на что не намекаю, но сборная Южной Кореи сотворила сенсацию и вышла в полуфинал. Эту историю вспоминают до сих пор. На нее никто не ставил, никто не считал, что команда пройдет так далеко в этом турнире. И ты действительно правильно сказал, что существует несколько показателей, которые помогают определить силу той или иной команды. Во-первых, это рейтинг FIFA. Его впервые ввели, эту систему, в 1993-м году. Потом в нее вносили разные изменения. Это система начисления очков, чтобы оценить силу команды в данный момент настоящий и посмотреть динамику результатов. Сумма баллов и места в списке зависит от результатов команды за последние 4 года. За игру каждая сборная теоретически может заработать от 0 до 2400 очков. Их конкретное количество определяется результатом матча. Матч можно выиграть, свести в ничью или проиграть. И, конечно, коэффициенты. Коэффициенты очень важны. Во-первых, важность матча. За товарищеские игры коэффициент ниже, за игры на чемпионатах мира коэффициент выше. Сила соперника. Больше очков начисляют за победу над командой, которая стоит в рейтинге высоко. Ну и давность матча. Как я уже говорил, оценивают результаты за 4 года, но больше всего баллов начисляют за те матчи, которые прошли за последний год. Хотя эту систему, систему FIFA, рейтинга FIFA нельзя назвать истиной в последней инстанции. Ну, например, текущий рейтинг FIFA. Девятое место занимает сборная Чили, которая, к сожалению, для чилийских болельщиков в Россию не приехала, потому что отборочные матчи она проиграла и не вышла в финальную часть чемпионата мира. Хотя и букмекеры, и рейтинг FIFA называют явными фаворитами пятикратных чемпионов мира бразильцев и действующих чемпионов мира немцев. И вот здесь мы переходим к следующим показателям. Это коэффициенты букмекеров. Естественно, игра на тотализаторе для многих это очень азартное увлечение. И букмекеры тоже определяют своих фаворитов и дают определенные коэффициенты. Чем коэффициент ниже, тем, по мнению букмекеров, больше шансов у этой сборной выиграть чемпионат мира. То, что абсолютно логично и понятно, потому что букмекеры не очень хотят отдавать деньги людям, которые делают ставки. Конечно. И нужно отметить, что ситуация меняется в режиме реального времени. Например, возьмем сборную Испании. Сборная Испании буквально позавчера была одним из фаворитов у букмекеров. Но после известной отставки тренера, которого сняли буквально за день до чемпионата мира, можно отследить динамику. Коэффициенты повышаются. Значит, букмекеры считают, что вот эта смена тренера и какая-то смута определенная в испанской сборной, о которой мы можем, наверное, говорить, она повлияла на эти коэффициенты. Ну и еще один показатель, который важно отметить, это стоимость игроков в сборной. Оценивают трансферную стоимость каждого игрока в сборной и делают какие-то выводы. Это какое-то рабство людей считают. Я могу сказать, что самые дорогие сборные на этом чемпионате мира, это Франция и Испания. Все игроки и той, и другой команды стоят больше 1 миллиарда евро. Ну, к примеру, Россию и российских игроков оценили что-то около 160 миллионов евро. Можно какие-то сделать выводы. Что касается фаворитов, темных лошадок, это тоже всегда очень интересно, это спортивная составляющая. Это правда очень любопытно, потому что, с одной стороны, мы видим какие-то вроде бы объективные относительно показатели, ты уже сам сказал, рейтинг FIFA, букмекеры, которые стараются быть объективными, чтобы не прогадать и не потерять деньги, вот эта вот трансферная сумма, стоимость команды условно. Но вот наверняка ведь какие-то дополнительные факторы вкрадываются всегда, которые непредсказуемы, как ты говорил уже про Южную Корею, вот какие-то такие чудесные темные лошадки, которые внезапно выезжают. Как их поймать, как их определить? Ну, очень трудно определить, какая команда может в тот или иной момент времени выстрелить, и как должны сойтись для этого звезды. И фортуна, конечно, спортивная тоже играет очень большую роль. Но все же, если говорить о темных лошадках, то короля делает свита, а футбольную сборную делают лидеры. И иногда достаточно одного человека, чтобы повлиять на исход матча и даже порой на исход турнира. Ну, к примеру, в 2010 году сборная Уругвая заняла четвертое место на чемпионате мира в ЮАР, а ее нападающий Диего Фарлан забил пять мячей, и его признали лучшим игроком турнира. То есть во многом была его заслуга, хотя не стоит умалять достоинств остальных игроков сборной Уругвая, конечно. Если говорить про этот чемпионат мира, то стоит обратить внимание, во-первых, на сборную Бельгии. Здесь сошлись сразу несколько фактов. Это и третье место в рейтинге FIFA, и шестое место у букмекеров. Очень сильный стартовый состав, в котором во всех линиях есть звезды, как их называют футбольные суперзвезды. Вратарь клуба Челси английского Тибо Куртуа. В защите играет Винсан Кампани, который помог Манчестер Сити выиграть титул в этом году чемпиона английской премьер-лиги. Ну и, конечно, нападающие, которым будут забивать мячи. Кто же есть у сборной Бельгии? Ну, это Ромео Лукако. Я бы выделил, например, его. Форвард Манчестер Юнайт. Стоит из европейских сборных еще обратить внимание на Португалию. Во-первых, это действующий чемпион Европы, который в 2016 году в финале во Франции обыграл французскую сборную. То есть, получается, Франция на домашнем стадионе проиграла финал. Это был удивительный результат. Мы знаем, что сборной Португалии у нее есть одно преимущество, которое может стать недостатком. Это Криштиану Роналде. В какой форме будет находиться капитан, многолетний лидер сборной, во многом это будет определять те результаты, которые покажет сборная Португалии. Букмекеры в нее не верят. Скажу тебе сразу, изучив ставки, можно сказать, что в рейтинге FIFA команда стоит на четвертом месте, но букмекеры скептически настроены относительно перспектив выиграть турнир. Хотя далеко пройти команда может. К тому же, скорее всего, Роналду 33 и в кадре в 2022 году он уже не сыграет. Слушай, ну, судя по тому, что ты сейчас рассказал, по тому, какое количество разных сборных от разных стран представителей ты перечислил, в общем-то, шансы есть практически у всех. Тут, как говорится, как карта ляжет. Остается только следить. Счет по-прежнему, я сейчас проверю, по-прежнему 1-0 между Россией и Солдовской Аравией. Россия ведет. Спасибо большое тебе, Андрей. И наш новостной редактор RTV Андрей Колсов о том, чего ждать от участников. Редактор субтитров А.Семкин